всем привет дорогие друзья заря узнала своих соперников по групповому этапу лиги конференции это впервые в истории у нас прошла жеребьевка этого турнира вообще впервые истории будет сыгран данный турнир 3 еврокубок который вот совсем недавно внедрили и мы сегодня рассмотрим все группы они принципе здесь формат не отличается от лиги европы поэтому ничего нового вы здесь не услышите так что обязательно ребята поставьте лайк перед началом подпишитесь на канал кто этого еще не сделал ну и понятно напишите за кого вы будете болеть в этой лиги европы потому что я знаю тут есть команды из допустим с армении есть команды с казахстана есть с эстонии пишите откуда вы из-за кого будете болеть также какая группа для вас самая предпочтительная в просмотре данного турнира также отпишитесь ну а мы идем рассматривать этот групповой этапе и все группы но если вы хотите сделать прогноз на еврокубки либо на матчи внутренних чемпионатов можете прийти по ссылке в закрепе у которой вы получите бонус по промокоду со до 130 евро либо 3 900 тысяч гривен все что нужно зарегистрироваться по ссылочке ввести промокод при регистрации после подтвердить свой аккаунт номером либо почтой ну и конечно сделать первый депозит на который вы получите свой бонус так что делайте свои прогнозы ну а мы пошли рассматривать лигу конференций сразу давайте начнем с регламента что здесь интересного в принципе вы можете пересмотреть видео которое тоже есть на канале по лиге европы там есть регламент лиги европы он такой же как и в лиге конференций но вкратце скажу что победители первое место выходит в 1 8 лига конференций вторые места будут играть стыковые матчи с третьими командами лиги европы то есть команды которые заняли в лиге европы третье место играет стыковые матчи за право играть в 1 8 лиге конференций с командами которые заняли второе место в лиге конференций я думаю здесь совершенно все понятно тот же регламент который действует в лиге европы он взаимосвязан поэтому будем конечно наблюдать как это все будет работать это все в любом случае будут будет очень интересно смотреть ну давайте начнем с первой группы а это ласк макаби тель-авив фалаш керт между прочим и хельсинки хик до группа я бы сказал что сбалансирована но здесь больше опыта все-таки в последнее время у ласка хотя и макаби довольно неплохая команда которая может пройти довольно далеко насчет а лошкерта мало вообще знаю честно говоря знаю что такая команда только существует но во что они играют как и какой футбол показывает без понятия поэтому ну давайте я по традиции буду расставлять команды по местам как я думаю по истечению данного группового этапа они займут и также вы комментарии отпишитесь по каждой из группы из группы в как вы думаете кто какое место займет ну и я думаю в этом в этой группе принципе все таки останется ласк будет на первом макаби тель-авив будет на втором а лошкер будет на третьем и херсинки будет на четвертом но опять-таки в таких турнирах знаете где команды в общем-то особым качеством не отличаются особенно в этой группе вот наглядный пример очень сложно давать такие прогнозы потому что именно в таких группах бывает в большие сенсации вам скажу так что я лошкерта и у хельсинок будет шанс сто процентов но вот такое мое мнение идем дальше группа by это гент партизан флора и анартосис флора это как раз эстонский клуб который участвует в еврокубках и конечно мы их поздравляем но группа сразу скажу не самая легкая потому что гент это заядлый конечно представитель еврокубков тот же и партизан серьезная команда поэтому будет тяжело опять-таки не знаю о команде из кипра допустим вот и команде из эстонии сложно здесь давать какие-то прогнозы когда ты впервые даже слышишь какие-то названия команда как вот допустим следующая группа будет но в любом случае я думаю вот здесь в этой группы гент и партизан безоговорочные фавориты флора между собой там будет решать вопрос с анартосисом и посмотрим чем-то закончится но давайте давайте дадим дадим пору больше вот эстонии которая я делаю прогноз что партизан занимает первое агент занимать второе флора занимает третье и она команда из кипра занимает последний это мой прогноз по группе б группа си ребята это самое интересное это то что нам как раз таки нужно болельщикам украинского футбола рома заря луганск циска софия буду глимт ребята да эта команда из норвегии команда которая впервые в истории выходит вообще в еврокубке и это такой как камень с души у зари потому что честно говоря не хотелось получить какого-то серьезнейшего соперника в четвертой корзине были там и макаби и аммонию опытную можно было бы получить но вот эта команда дебютант это хорошая возможность зарабатывать очки в группе для зари но честно говоря фавориты понятно этого турнира это тоттенхэм это рома пока что да пока и команды из лиги европы сюда не пришли к фаворитов именно 2 то тот химирома заря попадает на команду из италии на жозе мауриньо он все называют special one у нас тоже принципе так канал называется поэтому будем как-то видеться в запорожье приедет я надеюсь что жозе мауриньо будет играть против зари но посмотрим для зари в принципе это хороший вариант объясню почему потому что но если бы попался условный ласк можно было бы так расслабиться что было бы все так же как и с рапидом допустим а вот заря когда попадает на серьезного соперника я думаю мотивация зашкаливает и заря должна сыграть более качественно чем сыграла с рапидом квалификации так что мы ожидаем борьбы и тем более я не уверен что рома будет играть в этом турнире даже вторым составом так что у них будет свои приоритеты у них будет приоритет это сто процентов чемпионат где нужно добиваться результата но рома это сильная команда в которой очень сильные футболисты и заре будет сложно но заря здесь вторая сила цска софия тоже заядлые представители еврокубков это тоже команда которая часто участвует из 3 корзины можно было бы получить и более слабого соперника факт но цска софия попадается добротная команда против это вот небольшой профайл рапида да чуть послабее но все равно тот же рапид случается с нами в группе так что заре нужно сейчас работать над реализация в чемпионате потому что если заря будет так дальше реализовать свои моменты как это было в квалификации то мы займем спокойненько третье место и ничего с этого не получится насчет будет глинта не знаю эту команду посмотрим уже на деле что они себе представлять но прогноз мой такой рома 1 заря второе авансом сразу же цска софия 3 и будет глинт последнее потому что без понятия что это вообще за клуб удачи конечно заре желаю посмотрим надеюсь что оправдает наши все ожидания ребята идем дальше группа d это азалкмар клуш яблонец раннерс ну опять таки два явных фаворита так уж и алкмар те яблонец вроде бы мы слышали об этой команде тоже но азе и клуш выглядит предпочтительнее конечно здесь и они скорее между собой будут решать первое второе яблонец раннерс без понятия честно говоря пусть будь яблонец 3 а нас будет 4 группа такая с контак проходимая и для за и для кружа поэтому я думаю особых проблем они испытывать не будут группа и славия фейнорд униан berlin макаби хайпа а вот здесь интересно потому что и макаби хайпа и униан berlin которые из чемпионата германии играя здесь фейнорд славе это серьезные команды и здесь будет борьба серьезная я не думаю что и фейн орду и славе будет легко и с тем же унианом из тем же макаби поэтому будем следить за ситуацией в этой группе это одна из таких самых серьезных групп вообще в этой лиге конференции потому что ну на самом деле уровень или конференции он довольно слабый по командам это видно но славе фейнорд они часто частые представители еврокубков поэтому я думаю не вот мы заберут свои места но давайте сделать свой прогноз славия займет первое униан berlin второе фейнорд займет третье и макаби хайпа последнее такое мое мнение по этой группе идем группу f ребят копенгаген ул паук слован и линкольн команда между прочим представляет гиббл артар чтобы понимали компанда с гиббл артара попала уже еврокубки это очень интересный момент но конечно же шансов тут нету всех остальных команд копенгаген паук явные фавориты первое второе место им отдаем ну принципе вот вот в лиге европы если посмотреть там корзины где-то одинаковые то есть если в четвертой взять команду из первой не факт что первая корзина выиграет у четвертой а вот здесь слишком большой барьер мне кажется между командами поэтому очевидно группа f фавориты копенгаген и паука слован и линкольн будет разбираться между собой группа g а здесь уже интересно здесь тоттенхэм который опять таки не будет скорее всего играть основой это понятно зачем им хелика конференции рэн витес и мура интересная тоже команда но стоит отметить что тоттенхэм рэн и витеса это очень серьезные команды если взять вообще этот турнир то в принципе они бы претендовали в любой другой группу их закинь они бы там были фаворитами в принципе если там нет ромы то они бы были фаворитами по факту так что здесь тоже вот эта группа это наверное такая сама одна из самых сильных в этой лиге конференции но и мура это вообще новая команда о ней вообще ничего не известно лично мне поэтому здесь ставлю на первое место тоттенхэм второе место рэн 3 витес и мура ну все очень предсказуемо реальную если брать по рейтингу конечно лига конференции будет давать сюрпризы конечно условные мура линкольн либо тот же не знаю там раннерс они могут сотворить и какую-то сенсацию потому что здесь уровень не слишком просел здесь уровень примерно одинаковый поэтому здесь могут быть серьезные сенсации мы конечно ожидаем и последняя группа эйч ребята базель карабах кайрат амония а вот здесь уже более-менее равное для карабаха и карата это вообще супер противостояние будет базель конечно фаворит данной группы но насчет карат и карабаха не знаю мы их видели в еврокубках можно сказать совсем недавно амония тоже уже где-то встречалась в лиге европы поэтому группа довольно равная хотя базель конечно имеет преимущество над всеми командами скорее всего базель 1 карабах с кайратом борется за второе а амония занимает последнее место примерно такое мое мнение пишите свое уже в комментарии конечно же лига конференции это такой новый турнир так что мы будем смотреть как это все будет происходить новая вообще система новый такой небольшой регламент до стыковые матчи вторые места там против третьих мест играет лиги европы это интересно в любом случае будем смотреть если брать в самую худшую группу ну давайте самое слабое под по традиции сделаем самая слабая группу сейчас я вам говорю именно свое мнение и самую такую топовую группу смерти и очень сложную группу но давайте самое слабое начнем их на самом деле здесь ну я бы сказал даже две а может даже три ну очень сложно выбрать у меня между группой эйч и между группой а вот я думаю что это самые такие слабенькие давайте группу а возьму это ласк макаби а лошкерты и хельсинки я считаю эта группа ну более-менее мне будет не особо интересно поэтому я ее сделаю как самая слабая ну а самую топовую конечно для нас для болельщиков украинского футбола будет заря группа си это рома заряд из казафия буда глимт ну понятно что нет самая топовая группа на самом-то деле это витес ран тоттенхэм без всякого сомнения там будет основная борьба ну там там хотя бы интересно хоть какая-то борьба ну и вот группа g и группа c для меня такие группы в которых будет хоть что-то такое интересное хотя и группа и довольно неплохая ровная так что ну лига конференций какая она есть ребята мы в любом случае будем смотреть будем поддерживать каждый своей команды вам огромное спасибо за просмотр ребята обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропускать смотрите другие видосы на канале переходите кстати в телеграм-канал где мы с вами общаемся регулярно и также вы там всегда будете в курсе событий нашего канала так что всем спасибо и до новых встреч